Самое интересное, мероприятие связанное с менструацией, мне это зачем? Но написано, в блоке проведено лечение. Мероприятие связанное с менструацией, если что, девушки, женщины, обращайтесь, я вас проконсультирую по этому поводу, буду вашим личным гинекологом. Прекрасное утро, оно все ведет с ума, блин, так у меня чуть не гореть какая-то на балконе. Привет, друзья, на улице у нас плюс один, сегодня 31 января, такое ощущение, что наступила весна, и сегодня я отправляюсь в реабилитационный центр преодоления. Кстати, весь курс реабилитации я буду снимать на камеру в качестве 4К, на новую камеру GoPro 12. И если ваша техника не поддерживает этот формат, то значит она у вас просто говно, и смотрите в низком качестве. Хотя ладно, я пошутил. Вещички у меня уже собраны, все обеду ком, чемодан, сумка. В центре преодоления на реабилитации я не был с 2019 года. Ребята знакомые ездили, сказали, что там по поводу процедур многое поменялось. Что-то урезали, укоротели, и в общем я попытаюсь это все разузнать и вам рассказать. Так нравится ездить в Яндекс.Такси, в шторке, машина китайская, но прикольно. Нормально? Да, пойдет, все-все-все. Вот так вот. Ну, здравствуй, центр преодоления. Давно как не было. Сейчас мы зарегистрируемся и меня проводят в палату. Я сейчас это пациента отправлю в палату и подойду к вам. Две минуты. Здорово. Здравствуй, Сережа. Ты уезжаешь в эфире? Да. Ты все выезжаешь? В курилку. А, это меня в эфир? Да, конечно. Это чтобы я тебя не делал, что ли? Ты же реабилитируешь, чтобы не приставал, да? Я понял, понял. Я не буду приставать, убери камеру, пожалуйста. Не снимайте никаких комментариев. Ладно, я не буду. А, ты высоко уезжаешь? Я уезжаю. Весь такой благодарный. А, все-то не снимаешь, да? Короче, ладно, к сожалению. А, ну в этой палате я уже был. Я здесь был в последний раз в 2019-м. А кровать, которая будет сразу у стенки? Да. И кровать та же. Да? Ага. Короче, как вы уже слышали, я заехал в ту же самую палату и ложусь на ту же самую кровать, на которой я спал в 2019-м году. Крутое совпадение? Не думаю. Что у вас с давлением? Давление 100 на 70 примерно такое. А как часто оно падает? Ну оно постоянно такое. Когда получается, все. Более-менее. И когда, что ты сам понимаешь, тогда стремление больше, естественно. Здесь рядом с постом на первом этаже есть магазин. Вещи. Владимир? Владимир сейчас подойдет, поможет. А, еще не можно, что-то из-за рожа. Да, да, да. Андрей, берешься. Все нормально. Субботу. Помогаю. Чего ты там писал на один день? Здравствуйте. 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 Вы меня помните? Ну, вообще, да. Нет. Нет, конечно, я помню. Ну, подожди-ка, подожди-ка. Здрасте. И у тебя прическа какая-то другая. Ну-ка, напомни. Прическа другая была. Осталось разобрать вещи. Так, ребятки, погнала проверять ногти. Ой, блядь, ногти. Кости. У меня был небольшой остеопорос. И чтобы мне назначили вертикализацию, нужно снова провериться. Или немного кнопку лифта нажать. Тут тесно. Спасибо. Вроде бы, как очередь освободилась. У вас тут еще Новый год, смотрю, да? Забирайте все, вы делаете. Забирайте молодого человека. В палату введите. Сейчас будем косточки проверять. Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич. Валерьевич. Пока вы до нас заедете, пока, так сказать, пройдет какое-то время, ЭКГ это первостепенное, что мы здесь делаем, ЭКГ, динстометрия, это входит. Ну вот, это каждый пациент это делает. Просто приоритет в этом. Вам делать динстометрию? Вот косточки смотрели вот так вот. На ногах только. Ну а сейчас с вами сгоняем на обед и посмотрим, что нам дадут в первый день. У нас столовая. Здравствуйте. На обед у нас сегодня фасолевый суп. Перловка. С гуляшом. И коробовый салат. Это все выглядит вот так. Компот на хлеб. Инструменты. Очень даже. И я все съел. Обед был достоин. Мне понравилось. Спасибо. Здесь столовая состоит из двух помещений. Одно большое и одно маленькое, в котором я был. Вот оно, первое. И второе помещение. Здесь у нас раздача. Раковина. Сейчас мы с вами перечешим ее гриву. И отправляемся на ужин. На ужин у нас сегодня капуста, картошка и моя нелюбимая рыба. Прям кормить рыбой поменьше. Здравствуйте. Смотрите, пожалуйста, у вас фуррагин есть? А какая дозировочка у меня есть? Что еще раз? Так, мне нужно, значит, две, по две-три раза. Надеюсь, и не еда. Но уже. Да, тут на первом этаже есть аптека. Но заказать лекарства туда нельзя. Можно брать только те, которые есть у них непосредственно в наличии. Ну ладно, хоть такая. Вот и закончился мой первый день в центре преодоления. Сегодня мне назначили процедуры. Вечером должны будут принести расписание. Хотя сейчас уже 9 часов, пока его не принесли. Заодно проверю. Там мне распишут процедуры. Процедур, в принципе, не много и не мало. ЛФК, электростимуляция, массаж, пресс-терапия, еще что-то. Ну, как-то получу расписание, я вам покажу. Но у меня убрали вертикализацию. Потому что у меня небольшой остеопороз. Даже не небольшой, там, в общем, по какой-то шкале от 2 единиц чего-то, где-то, чего-то показано, что это остеопороз. А у меня этих единиц 4. В общем, прям остеопороз. Также мне предложили сделать какую-то капельницу. Но это все лечение, которое будет длиться года 3, скажем так, будет стоить за каждую процедуру около 30 тысяч рублей. Но эта процедура делается один раз в год. Так что я пока в раздумьях. Но дело, конечно, нужно, потому что остеопороз такая штука, что лучше не рисковать. Лучше сейчас пока еще у меня не критично это все избавиться от этого. Потому что, насколько я знаю, да и здесь тоже мне сказали, что остеопороз лечится. И вот этот укол, эта капельница, которую делать раз в год, она как раз-таки восстанавливает плотность костей. А остеопороз, я напомню, это хрупкость костей, если простыми словами сказать. То есть при вертикализации у меня могут сломаться ноги, какие-то другие кости. И в центре преодоления теперь, если у кого есть остеопороз, знайте об этом, вам вертикализацию могут не назначить. Потому что они решили от этого отказаться совсем. В пользу тех людей, кто с остеопорозом. В общем, они просто не рискуют. А всем остальным вопросом мы обсудили. Ко мне пришла сегодня мой лечащий врач. Красивая девушка. Секси-попка. И голова... Блин. Не только красивая попа, но и красивое лицо. Достаточно умная. Сделала осмотр. Также мне рассказала про вот эти все моменты с остеопорозом. Как лечить, где лечить, сколько это будет стоить. В общем, такая приятная девушка. Доброе утро. Настал мой второй день в центре преодоления. Я проснулся, умылся. Мне принесли расписание. Но назначили только пока что всего 4 процедуры. Вот так выглядит расписание. Массаж. Пресс-терапия. Кинезотерапия. Это ЛФК. И механотерапия. Это у нас роботизированный велосипед. Но я отправляюсь на завтрак. И тема с едой у нас закончится. Едем с стола в маленький зал. На завтрак я от кашки отказался. Никогда так не делайте. Кашку ешьте. А я сегодня взял... Кироброд с колбасой. Яйцо. Победор. Сосиска. И часть лимона. Кстати, здесь в столовой на каждом столе, а также на посту, стоят информационные планшеты с расписанием досуговых мероприятий. Это могут быть выезды на спортивные матчи, в торговые центры, галереи Тетюковские, парк Заряди и так далее. Если вдруг вас это заинтересовало, то обращайтесь в 128 кабинет. Ну, если вы, конечно, успеете в очередь. Это все выглядит вот так, на каждом столе. Если вам непонятны такие упоминания, как, допустим, зимний сад, актовый зал, кабинет 128, там, либо что-то еще, то, приехав в Центр Передоления, запомните все вот эти точки. И, если вас заинтересует, можете спросить у любого сотрудника. Он вам подскажет, где это находится. А если он не знает, где это находится, то он обязательно подскажет и покажет человека, который может в этом деле подсказать. Ну, чтобы мне не показывать вам вообще каждый кабинет и все такое, потому что это будет очень долго. Заранее скажу, что курение – это яд, курение – это зло. Не курите. Но если вы курящий человек, то в Центре Передоления курить можно. Но, естественно, не в самом здании, а в строго отведенном месте на улице. Итак, чтобы проехать в курилку, смотрим пост охраны, главный вход, ресепшн. Выходим. Да, все сделали. Спасибо. Поворачиваем направо. Поворачиваем снова направо. И еще раз направо. Смотрите, здесь у нас уличный гараж служебных машин. И правее от него находится какая-то электрощитовая. Вот как раз за ней находится курилка. Здесь у нас небольшой навес. Лавочка и урна. Кстати, массаж и зал ЛФК переехали на третий этаж. Актовый зал или конференц-зал. Кабинет эрготерапии. И прямо коридорчик. Здесь у нас, похоже, тоже зал ЛФК. Здесь у нас глайдер и две кушетки. Много зеркал. Идем дальше. И вот здесь большой зал ЛФК. Сразу справа у нас стоит Матомега. Дорожка, на которой лучше соходить. Дальше кушетки. Поручная, еще одна дорожка. Сейчас подъедем поближе. Здесь у нас все вот так. В общем, большой и классный зал. На втором этаже, в холле, между коридорчиками, недалеко от лифта, есть бильярдный стол. Но пока что он закрыт. Но я думаю, вечерами можно здесь поиграть. Там пост на втором этаже. Там дверь и коридор. Точнее, выход к лифту. И сам бильярдный стол. На первом этаже здесь есть банкомат ВТБ и аппарат со вкусняшками. Ну ладно, еще раз покажу обед. Холочек с колбасками, селедка под шубой, рис и гуляш. Кстати, недалеко от банкомата, на первом этаже, где пост охраны и ресепшн, есть магазин ортопедии, докмет. Там можно купить разные прибамбасы для реабилитации, также коляски и все остальное. Сейчас с вами мы туда зайдем. Охрана, ресепшн. И вот сам магазин. Здесь у нас разные витрины, коляски. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень много колясок, резиновые обручили. Кинажеры. Был на вашем сайте, да? Смотрели, да? Да, конечно. Недавно подушку Рохо покупал. Вот на ней сижу как раз за. Да, очень хорошо. Довольны? Ну да, кстати, классная подушка. Вот, да. Докмет.ру или по-русски? Докмет.рф. С русскими на русском сайте. Хорошо. Если захотите почитать, то на втором этаже, на перекрестке коридоров, есть шкаф с книгами. И вот так вот мы лежим 25 минут. Оп, стаканчик родился. Если вы замерзли и просто хотите выпить кофейку, приходите сюда к ресепшену. Также здесь с понедельника по пятницу в вечернее время с 17.00 до 19.00 работает тренажерный зал с приспособленными тренажерами для колясочников, ну и для всех людей, у кого какие могут быть проблемы. Этот зал находится недалеко от поста на первом этаже. Там у нас находится пост, а вот спортзал, тренажерный зал номер один. Так, конечно, с последнего заезда здесь поизменилось. Тут работает специально обычный человек, так что заезжайте, занимайтесь. Все подскажет, все помогут. Да, погодка, конечно, шикарная. Аж прям захотелось петь песню. Глупые снежинки, не тревожьте март. Город так устал от ветра и в юге. Хотя сегодня 4 февраля, а скоро март. Реаль, митиль какая-то. Еще одна полезная информация. Если у вас возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, есть какие-то вопросы, которые никто не может решить и не знает, как найти из них выход, вы можете обратиться в кабинет номер 118 под названием управление сервисом, который находится недалеко от ресепшена. Там работает Юлия Владимировна. Это человек, который может решить любой вопрос просто за самое кратчайшее время. Что-то случилось, даже я не раз к ней обращался. Она сразу же позвонит, либо кому-то напишет в чат, что-то еще. И вопрос моментально решается. Ну и плюс ко всему, она умница, красавица и просто звездочка центра преодоления. К большому сожалению, здесь не все в розовых тонах, как это может показаться на первый взгляд. Сегодня утро 5 февраля началось не с самых приятных нот. Вчерашняя смена, которая работала 4 февраля, должна была меня поднять в 7 утра. Но мы с ними передоговорились на 7.30. Я говорю, крайние 8 часов, потому что мне нужно будет успеть позавтракать, умыться и так далее, сделать свои утренние дела, потом перед процедурами сделать небольшую передышку, полежать, чтобы тело отдохнуло и продолжать дальше заниматься. Но в итоге ко мне пришли только в 9 часов. И вновь прибывшие медбратья сказали, что якобы я ни с кем не договаривался. И тот человек, который работал со мной, кстати, моя палата номер 10, первый этаж, и тот человек, который работал со мной, вообще им ничего не передавал. А кто-то сказал, что он передавал, что мы якобы не договорились вообще. Это очень неприятный момент. И я, кстати, полтора часа нажимал на кнопку, ко мне тоже никто не приходил. Пришли только в 9 часов утра. Мой вам совет. Гоняйте медбратьев. Договаривайтесь с ними более конкретно. Но чтобы это было не совсем из ряда вон выходящим, но все-таки ждите от них подтверждения, что они это услышали. Потому что они молодые, как говорится, ветер в жопе, в поле дым. Вот так. Не все, не все. Но такое, конечно, к сожалению, случается. Ну и внимание, руководство тоже прошу на это обратить, чтобы они были более ответственны на своей работе. Хоть я немного и поотошел, но все равно и как-то есть какой-то небольшой осадочек. Ну ладно. Мне принесли новое расписание на неделю, но здесь каждый день всего по 5 занятий. Если вы хотите узнать по поводу бассейна, то бассейн здесь теперь платный. Одно занятие стоит 2,5 тысячи рублей. Соответственно, я в бассейн ходить не буду. Но хотелось бы. По поводу проведения досуга. Стойка информации с расписанием различных мероприятий находится не только в столовой, но и также на каждом посту. Для того, чтобы записаться на какое-либо мероприятие, нужно обратиться в кабинет номер 128. Там сидит Руслан Магомед Сейдович. И если есть места, то вы обязательно туда попадете. Я хочу записаться в океанариум и обучение дайвику. Краткий рум-тур по моей комнате. Палата номер 10. Как заходим справа, туалет. Здесь у нас 4 шкафчика, так как палата 4-местная. Здесь у нас в первом отсеке 2 места. 2 кровати, стол с телевизором. И потом еще дополнительная комната, как раз в которой живу я. Заходим сюда. Слева видим тумбочку. Наверху еще одна тумбочка. Ее некоторые называют хлебница. Далее окно, моя кровать, извините за бардак. Куртка и соседняя кровать. Недавно оттуда уехал один из пациентов. И пока что она пустует. В этой маленькой комнате я живу один. Слегка тесновато, но жаловаться, как говорится, нечего. Потому что самое главное это реабилитация. Ну и естественно туалет и ванная комната. Вот ванна довольно-таки свободная. Сразу же справа у нас небольшая полочка. Подойдем поближе. Здесь у нас полочка для стаканчиков. Основная. Раковина. Дозатор с жидким мылом. А внизу под раковиной есть кнопочка для регулировки, для электрорегулировки высоты раковины. Надеюсь она работает. Сейчас попробуем. К сожалению, не работает. Далее идем по кругу. Уголок. Душевой уголок. Там есть полочка угловая на стенке. Сам душ, смеситель, поручни, змеевик, полотенцесушитель. Различные тазики, мочеприемники, утки и так далее. Далее унитаз с поручнями. Поручни поднимаются. Ну и урны. Отходы класса А и по-моему отходы класса Б. Ну в принципе и все. Вот такая вот здесь туалетно-душевая комната. Также в каждом шкафу для верхней одежды находится сейф. Куда вы можете положить свои документы. Какие-то драгоценные вещи, кошельки и так далее. Пароль там должен быть 1234 стандартный. А чтобы его поменять под свой, нужно обратиться либо к Юлии Владимировне, о которой я говорил пару минут назад. Либо к медбратьям. Они помогут и установят ваш личный пароль. Но не забудьте перед отъездом снова поставить на 1234, чтобы не пришлось его, скажем так, взламывать другими способами. Вот мой шкаф и небольшой такой сейф. Сейчас мы с вами отправляемся на социально-бытовую реабилитацию в кабинет эрготерапии, который находится вот здесь на третьем этаже. Вот такой вот у нас кабинет эрготерапии. Здесь у нас мини-кухня, разные столы для занятий. Спасибо за занятие. Мне очень понравилось. Да, конечно. Всех секретов я сюда не расскажу, чтобы никто не знал, о чем мы здесь говорим. Да, ладно. Всем пока. По поводу стирки. Здесь такой услуги не предусмотрено для тех, кто лежит от департамента. То есть бесплатно. Не знаю почему, но очень жаль. В общем, стираемся своими силами. Съемка? Скрытая съемка? Да. Спасибо. Вот ты просто на камере, да, работаешь? Ну да. Сегодня у нас второе занятие по социально-бытовой адаптации в кабинете эрготерапии. Здесь у нас есть целая кухня с раковиной, с подъездом внизу ног. Шкафы невысокие. Микроволновая печь. И в общем, как в нормальном полноценном доме. Трамбуемся, трамбуемся. Реабилитация, реабилитация, но отдыхать тоже нужно. И сейчас группа из Центра преодоления, мы приехали в Океанарию, который находится там, где Крокус и Вегас Сити Холм. Сейчас мы раздеваемся и где-то будем заходить. Здрасте. И вам. Вот вся наша банда. У нас нет прям такого лимита. То есть просто в спокойном темпе идем. Если что, я подгоню те, кто сильно отстает. Я как бы попрошу ускориться немножко. Но в целом, как бы мы никуда не дорогим. Потом мы спускаемся сюда, заходим в реки и озера. Там есть нюанс для колясок. Я его обозначу уже когда мы сходим. Ну, в общем, тут всякие рыбки. Вот здесь у нас разные красивые рыбки. Как будто попал в мультфильм русалочку. Заезжаем в тоннель. Смотрите-ка, тут огромный скат. В таком огромном, большущем аквариуме. Красота. Иллюминатор. Рыбки. Просто можно консервировать и консервировать. Смотрите, здесь. Продолжаем наше путешествие. Здесь у нас рыбки поменьше. Не знаю, что за название. Руки в воду не опускать. Не знаю, кто там живет. Так, поворачиваем. Идем дальше. Вы смотрите, ребята. Медузы. Маленькие-маленькие медузы. Прям как на море. Черепаха, привет. Плывет куда-то. Коридоры, коридоры. О, свет. Мы видим свет в конце туннеля. Различные экспозиции. Тут у нас отдыхает, по-моему, тюлень. Пингвины. Слушайте, ребят, в принципе, здесь интересно. Довольно объемное помещение. И самый большой плюс, то, что здесь можно проехать на коляске. Здесь везде ровные полы, не скользящие. Просто супер. Кеша. Кеша нас не слышит. Опа. Ну вот и все. Мы пришли к выходу. Чуть не пропустил осьминога. Он какой-то спящий и ничего не делает. Балдеет, прям кайфует. Хотел бы как лемур быть. Как лемур, да, но не как черепаха, это точно. Слушай, ты кампу свою не показывай, сосраняйся. Ну, братан, ты как-то. У меня кадр-то, блин. Еще один. Только что мы были в локации моря и океаны. И в конце нашего пути есть небольшой магазинчик с различными мягкими игрушками и сувенирчиками. Следующая наша локация называется джунгли. В джунгли мы не пойдем. Сказали, там нечего делать, и там можно заблудиться. Ну и ладно. Тарзана я и по телевизору посмотрю. Осетрина. Сейчас мы находимся в локации реки и озера. Здесь у нас речные рыбы. В общем, пресноводные. Рыбакам здесь раздолье. Крохотулечки. Так, здесь у нас тоже тоннель. Большие рыбки. Фотку сделала? Да. Обалдеть. Да. Привет, привет. Ага. Это же пираньи, по-моему, да? Да, это пираньи. Они на нас смотрят, как на гамбургер прям. Опасные рыбки. Здесь тоже малявочки. Прям такой непробиваемый взгляд. Здесь тоже маленькие рыбочки. О, черепахи. Плавают цветла. Ооо. Прогулялись, в принципе, все хорошо. Но дальше, к сожалению, лестница и подъемник, по-моему, не работает. Но бывает. Но мы и так уже, в принципе, много посмотрели. Мне понравилось. Спасибо нашим организаторам и сопровождающим. Спасибо отдельное Ивано за помощь и прекрасное настроение. Мы поехали обратно в ПРИО. До свидания. А впереди еще три дня и три ночи. И шашлычок под коньячок вкусно очень. Спасибо, 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 спасибо. Крисовый. Как только ты поднимаешь голову, ты начинаешь пузызнать. Угу. Держи его так. Реально. Не один. Молния пройдет, правильно? Да, сверху. Молния пройдет. То есть, к ней вылезаешь, она будет как-то техникой, плотненькая. Ну, купально поднимаешься. И тебе эти лензы стемнят, либо... Попросишь сама, мол, не пытайся. Даже здесь. Ну, и... А, вот так все. Как ты? Ну, здесь я сиди. Как я и говорил, на базе Центра преодоления проходят занятия по обучению дайвингу. Сейчас ребята прошли инструктаж. Уже кто-то плавает в бассейне. Когда это началось, я не знаю. Но в 2019 году этого еще не было. И я пока не знаю, буду ли нырять, потому что нужно в воде будет выполнять какие-то упражнения. Но пока еще, как мне сказали, 50-50. Если мы все обсудим и меня допустят, то я, в принципе, без выполнения упражнений просто поболтаюсь в воде и подышу. Ну, конечно, было бы прикольно. В последний раз я так нырял в 2016 году в Крыму. Сейчас ребята надевают водолазные костюмы. После этого они будут пробовать первое погружение и уже под водой там что-то выполнять. Самое главное плюнуть хорошо. А водолазов плюют на маску с внутренней стороны для того, чтобы она на глубине не потела. А то, сами понимаете, если запотеет маска, то будет ничего не видно под водой. Сейчас ребята пробуют дышать. Первые попытки под водой. Субтитры делал DimaTorzok Ну, да, но только после выписки уже мои. А то тут у меня не смонтировать. Ребята тренируются, как под водой убрать лишнюю воду из маски. То есть нужно, если у вас вода попала в маску, нужно ее внизу как бы приподнять, перейдать здесь ближе к лбу и со всей силы выдохнуть носом, чтобы воздух попал в маску, а вода оттуда ушла. Сейчас он ее потопит. Они делают дыхание рот в рот. Какой был трехкратный коммунистический поцелуй. Прекрасно. Да, только в конце зацепилась. Да я вообще, что-то меня толкает, глянь, он будет двигаться. А ты как хотела, под водой ты думаешь. Раз промывай эти масочки. Промывай масочки и дуга-идула. Мы с Кинем и мы сделаем видео в Дню Святого Валентина, как целуются в вашем преодолении под водой. А вообще в ластах как, лучше? Просто я в ластах не плавал ни разу. Брошай. Ну в общем на этом наши водолазные учения, обучения и так далее закончились. Спасибо за это центру преодоления. Если вы не доедаете, либо вам хочется что-то вкусненького, и столовская еда вам надоела, здесь на втором этаже, если ехать по коридору в сторону поликлиники преодоления или клиники преодоления, есть кафешка, которая работает по будни. Режим работы с 9 до 17, перерыв с 11 до 12. Суббот, воскресенье, выходной. Заходим. Так. Блюда на гриле. Блюда во фритюре. Свежевыжатые супи. Если хотите, тут есть даже фреш. Давайте две сосиски. Например, минимум здесь яичница, сыр, сырники, каша. Дайте яичницу, две сосиски. Тост с ветчиной, петан сосиски. Блюда на гриле. Форель, сибасы, дорадо, стейк, семги, бурейской свинины, филе, грудки, овощи. Для лафетули картофель фри 100 грамм. Картофель по-деревенски. Стрипс куриную. Нагетсы куриные. Обалдеть. А вот картофель фри долго будет готовить? А только с 12? Конечно. А сейчас что можно? Сейчас на первое меню завтрак. А, только завтрак сейчас. Ага. А фрешек можно сделать? Какой? Апельсиновый. Апельсиновый здесь с собой? Здесь? Что-то еще будет? Нет, хотел картошечку как раз. А я, кстати, слышал, вроде шаур-муте сделают или что-то такое. Здесь шосты есть, битом. А пита это у нас что? Типа шаурмы? Там вот круглый кондентик, кармаш. Внутри полночь. Внутри полночь. Может, давайте ее попробуем тогда. Питу и апельсиновый фреш. В общем, картофель фри, стрипсы, куриные разные блюда на гриле. Это все за 12 часов после перерыва. То есть, в обед. Карта расплатиться здесь нельзя. И переводом тоже. Но можно сделать оплату по QR-коду. Конечно, эти столы не очень удобные, потому что не на каждый колеск можно будет подъехать за стол. Ну и ладно. Вот такая вот небольшая пита и свежевыжатый апельсиновый сок обошлись мне в 270 рублей. Спасибо. Большое спасибо. На просторах центра преодоления, в коридорах, можно встретить настоящего терминатора. Здорово, Отец. Привет. Так, Упро, как дела? Нормально. Что, кино снимаем? Один дом и три. Дорога. На отобок старт такие же подножки. Просто имеется в виду, вот она же так стоит. И мы можем так же поставить. И это только единственное сейчас присопачиваем на отобок старткинг просто бинтом пока эластичный. Ну, чтобы не портить ничего. И посмотрим, подойдет, не подойдет, больше не получится. И попробуем уже пересесть и покататься, учиться уже сам. Как у нас правильно называется? Социально-бытовая адаптация? Может, это комментировать. Право-лево, корки, туда-сюда. В общем, куртку я надеваю вот таким вот способом. Сначала руки. КОНЕЦ Дополнительную петлю, за которую ты пальцем будешь зацепляться и натягивать. Молодец. Раздеваемся. А вот сеть уже легче. Снимай, я как бы. Куртка у нас не та. Если это, допустим, куртка на тебе будет, куртка типа безмолвни, типа анорака, значит, ты тогда будешь из-за головы вот этот вот капюшон. Думя ручками хватаешь, ты плаваешь сперек и стягиваешь. Вот так и точно сможешь. Добрый, добротно, добротно, добротно. Так, ладно, чё? Это блог, это видеоблог, Сергея. Да вы же у тебя тоже долго получат. Сказай на камеру, что-нибудь пиздишь. Не, я ничего не хотел сказать. Это я ничего не хотел сказать. Сергей просил передать. Те, у кого работают руки и пальцы, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. А если не работают руки и пальцы, ставьте их носом. Опять трамбуемся, трамбуемся. Мороз и солнце. Помимо всех многочисленных мероприятий, которые проводятся в Центре преодоления, по субботам здесь осуществляется организованный выезд в торговый центр авиапарк. Там можно сходить в кино, либо просто прогуляться по магазинам. Ну, или посидеть в кафешке. Ну, типа там кто-то из ребят идет в кино, а я пойду по магазинам. Наш сбор будет в 3 часа на первом этаже. Визитная карточка торгового центра авиапарк это огромный четырехэтажный аквариум. Мне нужен чехол на Samsung S23 Ultra. С23 Ultra. А какого плана хотели бы? Книжки, заднюю накладку. Самый простенький. Самый простенький. Вот обычный тонкий прозрачный чехол. Оригинальный Samsung. Вот такого плана. А шнурки, кстати, продаются у вас для телефона? Нет, сошли нет. Ну, вот так вот. Много тут, никаких приспособлений дополнительных. Чехол там, конечно, есть, но подходящий для себя я не нашел. Тут прям свой океанариум. Бедняжки ждут своей участи. Здесь просто десятки метров фасфудных кафешек. Я взял себе шаурму. Представляете, одна шаурма стоит 320 рублей. Она должна быть мега вкусной. И осталось найти какой-нибудь свободный столик. Я все-таки долго думал, побаловать себя или нет. И, наконец-то, я решился. И все-таки я купил себе ту самую шаурму. Вот так. Мы уже вернулись в Прео. Я сейчас перекурю. Передохнуть где-то часика 2-2,5. И вечером в зимнем саду реабилитационного центра преодоления будет выступать выпускник, не помню какой фабрики звезд, Антон Зацепин. Будет его концерт. Просто очень надежный мой долг. Давай! Мой долг. Книжки о любви. Их только неправды. Красивый сюжет со счастливым концом. Книжки о любви. Не надо, не надо. Пиво на весь мир. С обычальным концом. Я хочу держать. Победа нам с небом. Сколько хватит сил. Подальше от Москвы. Также я, ты и я. Евгений на ней ненавидел. Книжки о любви. Сердце открыто. Мир удивляет. Завершаю шаг. Шоп-шоп-шоп. Шоп-шоп-шоп. Не забывай руководки. А когда мне головы. А когда мне твою. И мне своё сердце. Уходи, пока не совсем зацари. Постарайся уйти. Уходи, я смогу за себя уходить. Широка река. Глубока река. Неравно тебе. Става в перешк. Учительские. Прямо живут вверх. Отзывай, лететь бы мне. На руке ведёт. Что от сыром вороту. В злое огонь теперь. Кончет ничь в ночь. У огня стоит. В нём, как иду, могни. Ищет ты за краю. Осталку тупой. На русской берега. Широка река. Получалась вновь. Больница моя. Вот она любовь. Вяконя моя. Скатаем мы, ночи длинные, 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 длинные. С вами был Антон Зацепин. Надеюсь, не в последний раз, но не здесь. Где-нибудь, где уже можно спокойно топтать танцпол. Люблю вас, друзья, с праздником 17.7 преодоления преодолеем всё. Правильно? Правильно. Ну как ещё иначе. Спасибо. Небольшой концерт Антона Зацепина закончился. Все сейчас фотографируются. И спасибо большое, Антон Зацепин. Ты не поверишь, он сел. И нужно помассировать губы. Помассировать прям, да, круговыми движениями. Вот, отлично. Информация для лиц женского пола. Здесь каждые выходные проходит мастер-класс по красоте. Здесь девушек и женщин обучают, как ухаживать за собой правильно. Сюда попал случайно, так что вы не подумайте, я не из этих. Это всё информация для вас. Больно много, нет? Из мужчин я здесь оказывается не один. А ты зачем здесь? Расскажи. Я тоже заехал посмотреть зал, как Киркоров не в ту дверь просто попал. И нахожусь здесь. Ну ладно, занимайтесь. Всем хорошего дня. Счастливо. Спасибо. И вам спасибо. Смотри, сразу два забил. А веришь, не умеешь. Есть вроде правила, типа, только белым шаром вот эти все забивать. Сегодня в Центре преодоления в гостях главный фокусник и главный иллюзионист России Владимир Руднев. Потом будете рассказывать своим родным и знакомым, что встречались с заслуженным артистом России Владимиром Рудневым. Вот. И увидели много интересного. Очень хотелось, но, к большому сожалению, не удалось записать фокусы Владимира Руднева, потому что он категорически против, когда снимают его на видеокамеру. Особенно в моменты, когда он показывает фокус. Ну ладно, это его право. Что касается моего остеопороза. Сегодня я еду от Центра преодоления на Красную плесню в клинику Медси для более точного исследования. Потом с этими исследованиями мне нужно будет посетить эндокринологию. А там уже будет известно, какое лекарство мне от этого принимать. Автомобиль мне отдали в Центре преодоления. Он платный. Поездка туда и обратно стоит 6 тысяч рублей. А само исследование 4,5 тысячи. Сейчас зарегистрируемся и будем ждать, когда нас отправят на исследование. А какой у нас кабинет? Ошибка в изменить. То есть он сейчас описание сделает? Да, он сейчас описание сделает. Отлично. Значит, идите в регистратуру. Он в курсе. Сейчас отдадите в регистратор. Вот этот? Да, вот эта. Вот это ваше, то, что дадите регистратору. И он сейчас сделает в описании. Отлично. По поводу денег, тогда подождите, если сможет описать, то значит не надо. Не сможет описать, тогда насчет денег, уточните в регистратуре. Хорошо? Хорошо. Все, держите. Спасибо большое. Ездили мы на исследование, там в описании мне ничего не понятно. Остается только сходить на прием к врачу, и уже он вынесет нам вердикт. Но сразу скажу, какие-то вот эти шкалы и измерения друг от друга отличаются. Посмотрим. Иногда вечерами бывает вообще ничего делать. Либо смотреть телевизор, либо в телефон. Это зависит тоже от количества проживающих. Иногда попадается так, что собираются бурные компании и вечерами играют в зимнем саду, допустим, в нарды, в мафию, во что-то еще. А иногда все как-то разрозненно и существуют в одиночку. Ну вот, друзья, время у нас 9.15. Сегодня мой последний завтрак. И через полтора часа я уезжаю к себе. И завтрак сегодня меня не особо по-радому, потому что там каша и запеканка. А я их как-то люблю не особо. Здорово. Здорово. Ну, у тебя тут все сколько смертелось. Ну, так как я ничего не стал брать, мне по блату дали два бутерброда с ветчиной. Спасибо. Приятно. Серьезно. Ой, Павел Павлович, спасибо. Здравствуйте. Я Лариса Попрощацкого. Да? Я через час уезжаю. Да? Ну иди, Сережка, с Богом. Давай. Так что? Всего тебе хорошего. Давай дальше. Вот, друзья, получил я выписку. Прочитал, проверил. Вроде все правильно, все нормально. Небольшое отступление. Прикол по поводу выписки. Я сейчас нахожусь дома и, приехав к себе домой, решил более подробно прочитать выписку. Выписной эпикрис, как вы знаете, состоит из нескольких блоков. Это основной диагноз, результаты исследования, которые проводятся на базе центра. Также консультирование врачом, что мне, скажем так, рекомендовано и так далее. Потом консультация других врачей. И самое интересное, блок «Проведено лечение». Двоеточие. Социально-средовая реабилитация. Пространственно-функциональная реабилитация. В скобках. Занятия на специальных гимнастических матах, имитирующих разные поверхности. Не было. Социально-бытовая реабилитация. Двоеточие. Занятия по бытовой адаптации. Так, ну это было. Обучение навыкам персональной безопасности. Там что-то такое было. Обучение пациента-инвалида навыкам личной гигиены. Да, было. Выполнение гигиенических мероприятий при умывании, принятии душа, после мочеиспускания и регуляции актодификации. Вскользь там что-то там говорилось об этом. Самое интересное. Мероприятия, связанные с менструацией. Мне это зачем? Но написано, в блоке проведено лечение. Мероприятия, связанные с менструацией. Если что, девушки, женщины, обращайтесь. Я вас проконсультирую по этому поводу. Буду вашим личным гинекологом. Далее. А, в том числе с использованием технических средств реабилитации. Вот такая вот менструация. Обучение видам деятельности, связанным с функциональной постановкой верхних конечностей и отработкой тонких движений. Да, это было занятие через занятия с эрготерапевтом. Обучение и подбор для самостоятельного использования средств малой реабилитации. Это было. Далее. Локальная гидрокинезотерапия, лечение положением. Этого не было. Занятие по реабилитации индивидуальных ортопедических средств. Не могу сказать. Занятие по бытовой адаптации и обучению навыкам персональной безопасности. Да, было. Осмотр специалиста по социально-бытовой адаптации. Восстановительная терапия. Баланс тренинг. Не было. Кинезотерапия была. Массаж клинический был. Механотерапия была. Ой, массаж классический, извините. Физиотерапия. Светолечение не было. УЗ-терапия, ультразвуковая терапия. Не было. Лечение электромагнитными полями. Вот это было. Не накладывали магнитный, а мочевой пузырь получается. На живот и на спину. Тепло и водолечение не было. Ароматерапия и ингаляционная терапия не было. Кой-как день питания и размещения. ФТЛ. Магнитотерапия. Еще раз указано, но скажем, что была. И пресс-терапия. Все. То, что я вам назвал, очень меня удивило. Гидрокинезотерапия, лечение положением. Я не знаю, это бассейн, либо просто нахождение в ванной. Но никаких гидропроцедур, теплолечения, светолечения и всего подобного у меня, к сожалению, не было. Но я не знаю, почему в выписке это написали. Может быть это по ошибке, либо просто так положено. Честно скажу, я не знаю, почему в выписном эпикризе так написано. Все занятия, которые у меня были, я вам показывал на листочке расписания моих процедур. Здесь, может быть, написали из-за того, что так положено писать. Честно скажу, я не знаю. Кто знает, в чем дело, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а мы погнали дальше. Огромное спасибо, что получилось сделать здесь рентген легких, флюорографию. Слушай, мне как раз уже срок мой предыдущий вышел. Поговорил с врачами. И мне здесь пошли навстречу и сделали рентген. А, ну да, удачи. У меня в машину приехали. И ты едешь, снимаешь, да? Да, снимает, кстати, она. Опа! И она снимает, а я тебя такой. А ты в меня думал? Президент мира, да. Вот так, наверное. Вот так правильно. Спасибо, Руслан. Слушай, я это, попрощаться, я все уже уезжаю. А все, 29 прошел. Уже машина ждет. Так что я уже с чемоданами. До свидания. Будем готово сидеть на расстоянии. Спасибо. Давай, пока. Что, погнали? Вот и машинка моя. Ну что, пока центр преодоления. До новых встреч. Паша по ногам не проехал. Ха-то ногти подстрижет. О, ничего себе. Точно. Спасибо. Ну что, друзья. Вот и пролетел 21 день в центре преодоления. В общем и целом, что хочу сказать про этот центр. Он такой же, в принципе, как и был. Но произошли некоторые изменения. Вот особенно многих не оборадовало то, что когда едешь по департаменту, то есть по бесплатному, по путевке, по квоте или как это правильно обозвать, не предоставляется бассейн. То есть теперь бассейн там только платно. Занятие идет, по-моему, полчаса, ну либо 45 минут максимум. И один сеанс стоит 2,5 тысячи рублей. Так что в этом заезде в центре преодоления я был без бассейна. Также мне бы хотелось, чтобы ЛФК была немножко посильнее. Претензии к моему... Как это пролисовать? Врачу ЛФК, методисту, в общем, инструктору, который со мной занимался, претензий нет. Может быть, просто была такая политика по поводу занятий, что он со мной лишь как бы знакомился с моим телом, как там я могу крутиться, двигаться, что вообще я могу делать. Постепенно увеличивая нагрузки. Да, мы их увеличивали. Но опять же скажу, 21 день – это как бы мало. И как бы из этих 21 дня вычитаем выходные, на которых вообще ничего нет. Суббота, воскресенье, я имею в виду по поводу занятий. И также день заезда и день выезда считается как день пребывания. То есть выходные и вот эти дни, которые находятся на границах вашего пребывания, сразу же можно вычеркивать. Конечно же, да, можно в последний день, в день выписки, остаться до вечера. Там также будет у вас питание и несколько процедур. У меня, допустим, в последний день было всего лишь две процедуры. По поводу выездов в Центре Преодоления, также все остается неизменным. Ковидные времена прошли, сейчас вновь все возобновилось, как я понял, уже давно. Также вы подходите к Руслану Саидовичу, когда вы прочитали анонс программ на неделю, которые на каждом посту находятся, и также на каждом столе у вас столовой. Если есть место, то записывайтесь на какое-либо мероприятие. Это театр, хоккей, торговый центр, авиапарк, футбол. Футбол в этом зависит, чуть не видел, но футбол, по крайней мере, был. Какие-то оперы, еще что-то. Даже была экскурсия в Москва-Сити на смотровую площадку. И также, по-моему, Баш-Федерация. И парк Зарядье. Я туда никуда не ездил, потому что это были вечерние выезды. Сейчас еще к тому же февраль. И в феврале, знаете, снега, а летом как бы... И видимость лучше. Да и к тому же мы собирались ехать туда в вечернее время. А вечером, сами знаете, хоть с высоты Москва и красивая, ночная, но все-таки днем было бы, на мой взгляд, получше. Насчет питания. Там не ресторан. Хорошая столовая. Хорошая столовская еда. Еда вкусная, это правда. Бывают, конечно, какие-то блюда, которые не всем могут понравиться. Допустим, как мне. Я запеканки не очень люблю. Некоторые едят их в охотку. Но так как там приготовлено все очень хорошо и вкусно, я съедал вообще все, что мне положено. Что касается количества процедур. Не знаю, может быть, это так было разработано специально для меня, но у меня было не так много процедур. Хотелось бы, честно говоря, побольше. Потому что вот с утра у меня первая процедура начиналась только лишь в 12 часов дня. До 12 часов у меня вообще ничего не было. У меня, в общем, были процедуры. Массаж. Социальная адаптация. Физиопроцедура. Пресс-терапия. Вы видели в ролике. Это 3. Потом кинезотерапия. Это ЛФК. 4. Механотерапия. Это Матомед. 5. Ну и, в принципе, все. А самое хорошее, одно из самых хороших и больших плюсов в Центре преодоления, это то, что там есть тренажерный зал. Если ваш врач, лечащий, разрешит вам посещать его, то вы можете каждый день по будням, опять же минус в том, что на выходных его нет, но по будням можете приходить с 17 часов до 19 часов вечера в тренажерный зал, который находится на первом этаже. Там работает такой же инструктор ЛФК. Он помогает вам подъехать, подобраться, подойти к тренажеру, настраивает вес, следит за вами и даже подскажет, как заниматься. Что касается ухода и работающего там персонала. Персонал, в принципе, весь дружелюбный, хорошо относится к каждому пациенту. У каждого пациента есть своя тревожная кнопка, кнопка вызова для помощи. Всегда как бы приходят, помогают, но бывают моменты, что иногда нужно ждать немножко подольше, потому что все-таки вы там будете находиться не один, и тот медбрат, который закреплен за вашей палатой, может находиться просто в другом месте. Но если вы уже там тревожно нажимаете кнопку, хотя это не рекомендуется много-много раз, то это может поспособствовать тому, что к вам придут быстрее. А так, если даже есть какие-то у вас нюансы по поводу не общепринятых мер ухода за лежачими больными, а какие-то свои такие маленькие нюансики, вы это тоже обговариваете, чтобы не было никаких неприятных ситуаций, и тогда все вполне разрешаемо. Территория вокруг центра преодоления очень маленькая. За территорию вам выходить нельзя, можно только выходить по заявлению с сопровождением ваших родственников, либо какого-то доверенного лица, либо с сопровождением персонала. В основном это медбратья. Для того, чтобы сходить в магазин, в аптеку, либо там еще куда-либо. На территории центра есть аптека, но опять же там не все лекарства могут быть, которые положены вам, которые вы принимаете. Так что с собой берите всегда все лекарства, которые будут вам необходимы. Ну на всякий случай, чтобы были. Потому что, как я сказал, за территорию выпускают, но вот именно с такими вот нюансами по заявлению и только с сопровождением самостоятельно вы туда не пойдете. А в аптеку, я уже спрашивал у них, они, к сожалению, лекарства никакие не заказывают. То есть довольствуемся тем, что есть в аптеке. Это для аптеки минус. Также на территории центра есть небольшой магазин. Там можно приобрести что-то такое необходимое, допустим, какие-то маечки, не знаю, штанишки там для спорта, гель для душа, зубные щетки. Ну и что-то такое там перекусить. Что-то вроде печенья, шоколадок и так далее. Больше в этом магазине ничего нет. Но это тоже большой плюс. Работает магазин каждый день. Но оплачивать там лучше всего наличными. Там нет кассового аппарата, имеется в виду такого, который мог бы принимать платежи по картам. А переводом там не любят брать деньги. Вроде бы, ребята, и все. Если вдруг что-то вас интересует, хотите задать какие-то вопросы, пишите мне в комментариях. Я попробую на них ответить. Общую оценку по 10-бальной шкале центру преодоления я бы поставил... Нет, я, наверное, не буду этого делать. Потому что я не хочу влиять своей оценкой на чьи-то мысли и рассуждения. А вы в комментариях можете написать, какую оценку центра преодоления вы поставили по 10-бальной шкале. Своё мнение я выразил. Мне в центре понравилось. Очень надеюсь, что я туда скоро вернусь. Надеюсь, быстрее, чем это было в последний раз, потому что я был в последний раз в 2019-м, а сейчас у нас 2024-й на минуточку. А вам, мои друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну и пишите комментарии. Всем здоровья, всем пока!